Этот папа сломался, давайте другого. Такая реакция вспыхнула среди украинцев на последнее действие папы римского. В Италии во время традиционного крестного пути украинка и россиянка совместно пронесли процессионный крест, символизируя примирение двух народов во время войны. Украинка Ирина и россиянка Альбина долго живут в Италии, они подруги. Именно их избрал Ватикан для участия в сценарии примирения. Этот сценарий одобрил сам папа римский Франциск. Моя мама сейчас находится на Украине. Моя семья, мой отец и мои братья в России. Не рано ли в Ватикане начали мирить Украину и Россию? Украина призывала отказаться от идеи с примирением. После того, как был обнародован сценарий крестного хода, к Ватикану обращались посол Украины в Ватикане Андрей Юраш и глава украинской греко-католической церкви Святослав. Мы не можем говорить о примирении, когда нас убивают. Для того, чтобы достичь это желаемое состояние между людьми, между народами, сначала нужно остановить войну. Но Ватикан не отреагировал. Девушки таки сыграли отведенные им роли. Уже после крестного хода Андрей Юраш написал, что было бесполезно надеяться на полное изменение уже опубликованного текста и содержания процессии. Но в одном к Украине прислушались. Вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о братских народах, было предложено помолиться в тишине. Франциск в завершении процессии помолился, чтобы Бог привел противников к рукопожатию, чтобы они познали взаимное прощение. То есть Папа Римский предлагал украинцам простить это. Планы Ватикана по показу символического примирения Украины и России во время войны, после всех преступлений оккупационной армии, возмутили украинцев. Некоторые даже вышли на протесты в Италии. Нельзя, недопустимо, не следует. Никто в Украине этого не воспримет. Напомним, что ранее Франциск осудил военные вторжения РФ в Украину 24 февраля, но воздержался от прямого называния России агрессором. Агрессия против Украины, к сожалению, не замедлится. Это бессмысленная резня, где каждый день повторяются убийства и зверства. Этому нет оправдания. Папу Франциска пригласили в Украину и президент Владимир Зеленский, и мэр Киева Виталий Кличко, и глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, чтобы понтифик продемонстрировал поддержку Украины под ударами российских захватчиков. Но по словам посла Украины в Ватикане, Россия давит на Ватикан, чтобы папа не ехал в Украину. Субтитры создавал DimaTorzok